Мошенники не дремлют, продолжают разводить колымчан и воровать у них деньги с помощью информационных технологий. По большей части через интернет и по телефону. Об этом рассказали полицейские на очередном брифинге по профилактике кибермошенничеств. Так, за два месяца 2024 в Магаданской области зарегистрировано 102 подобных хищения. На 37% ниже показателей прошлого года. У колымчан украли более 32 миллионов рублей. Только за февраль зарегистрировано 18 краш и 48 мошенничеств. У злоумышленников различные способы обмана. А итог, к сожалению, чаще всего один. Люди перечисляют крупные суммы денег неизвестным, а порой и оформляют по их просьбе миллионные кредиты. К примеру, недавно жительница областного центра перевела мошенникам почти миллион рублей. Через мессенджер заявительницы связался, якобы ее руководитель, сообщил о проводимой проверке в отношении сотрудников и предупредил, что ей позвонят из силового ведомства. В скором времени действительно раздался такой звонок. В течение часа собеседник задавал гражданке различные вопросы. В итоге женщина оформила кредит на очень большую сумму и начала переводить их в одном торговом центре города Магадана. Мимо проходившая женщина увидела данную ситуацию и прервала переводы. В итоге женщина перевела 995 тысяч рублей. Преступники представляются руководителями, сотрудниками правоохранительных структур и банковскими работниками. И под разными предлогами убеждают перевести деньги на так называемые безопасные счета. Также они обещают различные бонусы. Совсем недавно житель поселка Устемчук таким образом лишился 340 тысяч рублей. Мошенники убедили его, что он обналичивает свои бонусы. В ходе разговора он сообщил коды из приходивших СМС. В итоге мошенники получили доступ к его счетам и перевели деньги на подконтрольные себе счета. Продолжают также колымчане терять деньги, пытаясь что-то купить через интернет. 15 тысяч рублей житель областного центра отдал за несуществующую автотурбину. 5 тысяч рублей житель Магадана внес в залог за снегоход, после чего мошенники перестали выходить на связь и многое-многое другое. Также разводят на деньги людей и под предлогом заработка на бирже. Недавно псевдоброкер в феврале выманил 300 тысяч рублей у 45-летнего жителя областного центра. Прежде всего нужно запомнить, что не имея специальных знаний, не стоит вступать в игру на фондовых рынках. Тем более нельзя доверять неизвестным, которые гарантируют высокий пассивный доход и просят перечислить деньги на указанный им счет. Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно запомнить одно простое правило. Никогда не стоит совершать никаких финансовых операций по указанию неизвестных, кем бы они ни представлялись и как бы они ни были убедительны.